Люди всегда мечтали что-нибудь покорить. То море, то горы. Ну и, конечно, воздух. Ученые-мужи не одно столетие корпели над законами физики. Что-то высчитывали, экспериментировали, и удача им улыбнулась. Братья Монгольфье из Франции собрали все знания воедино и изобрели воздушный шар. А случилось это 5 июня 1783 года. На сие торжественное событие созвали весь честной народ, который, кстати, очень сомнительно отнесся к происходящему. Еще бы! В центре базарной площади были разложены тюки шерсти и охапки соломы, а над ними на высоте трех метров была закреплена деревянная рама, и над ней громоздилось нечто непонятное. В общем, восторга это не вызывало. Но как только солома и шерсть начали гореть, а дым устремился вверх, на глазах у удивленной публики медленно развернулся шар из огромной холстины. Чтобы он не улетел раньше времени, его удерживали с десяток крепких помощников. А когда канаты отцепили, шар поднялся на 500 метров. Это был успех. А через несколько месяцев в путешествие на воздушном шаре отправились животные. Петух, утка и овца стали первыми воздухоплавателями. Не волнуйтесь, никто не пострадал. Полет длился недолго, а шар плавно приземлился на землю в четырех километрах от места запуска. А уже 21 ноября в небо поднялись и люди. Полет проходил над Парижем на километровой высоте и длился 25 минут. Это была сенсация. Братья Монгольфье стали знаменитыми, а их изобретение популярным. Кстати, оболочки, заполненные горячим воздухом, до сих пор называют Монгольфьерами. А теперь приступим к физике и мы. Как же все-таки воздушный шар взлетает? Благодаря конвекции. Воздух, нагреваемый горелкой, теплее окружающего. Поэтому он, согласно законам физики, устремляется наверх, а попутно тащит за собой и шар, и корзину с пассажирами. Кстати, она называется «гондола» от итальянского слова «ганделло», что означает «движущийся». Плетут ее из ивовой лозы или тростника. Ну, с этим вроде разобрались. А почему шар не загорается? Ведь в горелке пропан-бутановая смесь – один из видов газа. Секрет безопасности воздухоплавателей в материале шара и способе работы горелки. Изготавливают аэростаты из полиэфирной ткани лавсан или нейлона. Они выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия. А около самой горелки оболочка шара покрыта другим полимером – номексом. Его предел 400 градусов. К тому же горелка работает короткими импульсами. Поэтому оболочка попросту не успевает нагреться до температуры воспламенения. Что касается принципа работы воздушного шара, он достаточно простой. Хочешь на землю – ничего не трогай. Шар медленно остынет и плавно опустится. Поддал газку – летишь вверх. Ну все, вроде к воздухоплаванию готовы. Осталось уточнить скорость ветра. Если она ниже 7 метров в секунду, тогда приятного полета. Если выше – смотрим полет по телевизору. Продолжение следует...